Добрый вечер, уважаемые телезрители. В эфире телекомпания «Город» программа подробностей. А в нашей студии самый неутомимый путешественник Рязанской области Виктор Иванович Атласов. Добрый вечер еще раз. Здравствуйте. Вы вернулись когда? Буквально в воскресенье из очередной экспедиции? Я на поезде доезжал туда, доезжал в Ямал-Нецкий округ до Уренгоя, станции Карачаева. Туда я уже доходил, когда шел на Таймыр, так что смысл идти. Это уже другой проект. Регионы-то я обошел все. В прошлом году был последний поход, и все регионы 89 пройдены. А теперь новый проект «Полярная Россия» только пройти вдоль севера. Туда я доехал на поезде, и оттуда начался поход в западном направлении. А когда я шел на Таймыр, я оттуда шел на восток, в сторону Красноярского края. Мне показалось, что со временем нашей последней встречи вы постройнили. Правильно. Я в этом походе похудел на 6 килограмм. Я во всех походах худею, хоть я и так худой, как говорится. Но тащить на себе 45 килограмм, местами вообще дорог нет, болота, тайга, все это такое. Конечно, сложно. А потом я же не отдыхал. Музей путешественников, который освещал мой поход, они даже первоначально удивлялись, как это человек с таким весом может практически по бездорожью проходить по 45 километров в день. Сейчас многие телезрители зададут в очередной раз вопрос, зачем вам это? Они до сих пор не поняли, зачем, да? Они до сих пор не поняли. Я страну обходил с чисто патриотических целей. У нас президентов нескольких, космонавтов сотня. А человек, который обошел всю Россию, вот единственный только, к сожалению. Теперь хочу пройти вдоль севера. Вот глядя на карту, видите же, не хватает. Вот эту линию я провел сейчас, в этом походе. Все, уже как-то эта часть заполнена. Теперь в последующие годы мне надо от Норильска идти в сторону реки Колымы, будет проведена линия, и уже можно сказать, что и ходить-то больше некуда. А что же потом делать будете? Даже если сил не будет, у меня есть что делать. Ну, такой багаж уже. Книги писать, все это... Какие-то трофеи вы привезли? Обычно камни иногда следуют за вами, которые вы отправляете по почте, вы рассказывали нам, либо какие-то собираете с собой, если они не очень тяжелые. В Мезинском районе, вот Мезинь, там чуть севернее, начали добывать алмазы, но туда не пройдешь. И вообще-то у нас весь север погранзона. Я когда пришел в Мезинь, в общем, шел по реке Мезинь, и этот райцентр тоже называется Мезинь. Значит, и так получилось, что оказалось... Я-то думал, он на реке стоит, а там, оказывается, все это уже давно высохло, он где-то в стороне, туда протоки, только местные люди знают. И я, получается, по фарватеру как шел и уплыл даже дальше. Думаю, как же мне теперь назад-то вернуться? А там острова-острова, мели-мели против Чечения тяжело. И вдруг это... Смотрю, меня понесло назад. Я вперед не понял, оказывается, прилив начался. И как по щучьему велению меня против Чечения прямо туда, в город. Приливы очень большие. Если вот на Камчатке в прошлом году, там вообще огромные, самые высокие в России и вторые в мире, в Пенжинской губе, то здесь тоже большие. Иногда на 8 метров вода поднимается. То есть реки текут в 5, вода уже с моря идет в реки. Вот вы рассказывали, что как-то боролись с медведем за право переночевать на определенном кусочке местности. В этот раз были какие-то интересные, забавные случаи, опасные, может быть? Ну, самый опасный случай это был в Обской губе Карском море, когда начался шторм, причем ветер дул северо-восточный, и началась подниматься вода. Нагонная вода, ветер загонял в губу. Потом я разговаривал с местными жителями, такое было лишь больше 40 лет назад. И шторм. А это была дельта реки Надым, там и так земли нету, одни кусты. А еще затопило. Короче, я 48 часов сидел в кустах под проливным дождем при 4 градусах. Я опасался, ну, у меня опыт-то есть и по морям плавать, и по порожистым рекам, и все такое. Но здесь от меня ничего не зависело. Я просто сидел и замерзал. А есть какое-то опасение, что где-то, не дай бог, какой-то случай ведь даже не найдут, даже не узнают, где вы? Да, это во всех моих походах есть такие участки, где никакой связи нет и людей не встречаешь там. И здесь вот тоже был такой участок, это для посвященных он называется Печорский тракт. Это надо было пройти от реки Печоры до реки Мизень, там 200 километров через тайгу, через болото. Да, даже просто вот ногу повредишь, и можно там остаться. Но, тем не менее, вас это не останавливает. Нет, не останавливает. Слава богу, аптечка где-то лежит всегда на дне рюкзака, и я никогда ее не доставал. А есть какие-то знакомые, которые, может быть, вас ожидают, как Деда Мороза, раз в год знают, что вы будете хотя бы в местном магазине что-то покупать? Я думаю, что о вас где-то все равно уже созданы легенды. Дело в том, что я редко хожу там по несколько раз, обычно всегда новые маршруты. А тогда бывают случаи, когда, особенно в последнее время, когда начали по интернету там крутить эти ролики, да, говорят, узнают. Да, машина останавливается на дороге в Атласово, да, да, мы вас по интернету видели, по телевизору видели. Ну вот в Ямал-Нецком округе три раза меня телевидение снимало. А у вас до сих пор нет телевизора дома? Нет, мне телевизор не нужен. Я новости узнаю по радио. Радио у меня всегда включено. Ну то есть я вот прихожу домой, свет включаю и начинает говорить радио. Если что-то неинтересно, я выключаю. А так он фоном. Ну я прислушаюсь только к новостям или какая-то там интересная. У нас сейчас новости настолько страшные, что мне кажется, выходить лишний раз никуда не хочется. Тем более по всей России путешествовать. Вы не думаете? Нет, ну, к сожалению, в тех местах, где я хожу, это тоже большой недостаток в нашей стране. Не работает радио. Я вот ухожу из города или из крупного поселка, все, я перестал с собой приемник брать. Я русскую речь по радио слышу, это радио Китая, радио Ирана, радио Румынии, радио Вьетнама. Нашей речи вообще нет. У нас даже на это дело наплевали. Сколько времени вам понадобится, чтобы подготовиться к очередному путешествию? Чем вы будете заниматься все это время? Значит, все походы, которые остались, они более затратные. Более затратные потому, что, чтобы туда добраться и потом вернуться, надо сделать по три авиаперелета. Вот этот поход, он бюджетный, потому что туда на поезде, обратно на поезде. А по три авиаперелета, это получится сам поход дешевле, чем за билеты отдать. То есть сейчас вам нужна хорошая работа? Когда будут деньги, тогда да. Если смогу за оставшееся время, то есть до будущего лета, заработать необходимые суммы. Давайте мы попробуем вам помочь. Сейчас нас смотрит очень большое количество телезрителей. Расскажите, чем вы могли бы заниматься? Вдруг кому-то это будет интересно и как-то захотят вас привлечь к работе, чтобы вам было проще путешествовать? Мне, если вы имеете в виду мою специальность, то я строитель и кроме этого ничем не занимался. Но вы можете рассказать о географии, мне кажется, любому и каждому. Как человек, который знает, что это, где это. Это, конечно. География – это вообще-то мой любимый предмет и в школе был. Это да. Ну вот о своих походах рассказать, пожалуйста. Я шел там, где интересно, с детьми встречался, в школе был. Ну кому интересно там. О чем спрашивают? Разные вопросы задают. Самый необычный был. Сейчас дети современные, такой иногда спросят, не знаешь, что ответить. Старший-то тоже, как и вы, спросили, а зачем это надо и все такое. А маленькие? А маленькие, ну вот на Чукотке мне такой вопрос задавали, здесь тоже. Смотрит на меня. А почему у вас такая старая одежда? Я говорю, когда я вышел из дома, она была новая. Я шел до вас несколько месяцев, значит, дождь, ветер, грязь. И одежда состарилась, солнце печет. Борода отросла. Да, да, солнце печет. И такое удивление на лице. Да, как так может за несколько месяцев одежда состариться? Бывает такое. А еще это, постоянно потеешь. Работа-то физическая. Ну конечно. И если на солнце пеки, это вообще. Это самое неприятное для меня, когда жарко. Поэтому местные говорят, у нас в этом году лета не было. А я доволен. По крайней мере, солнце не пекло там, по тайге идешь еще ладно, там от деревьев тень. Где-то по болоту, на открытой местности. Раздеться нельзя, закусают. Спасибо вам большое, Виктор Иванович. Это были замечательные 10 минут, достаточно живые. Я вам хочу пожелать в первую очередь здоровья, чтобы его хватило на все оставшиеся путешествия. Ну а финансы, как говорится, дело наживное. Это была программа «Подробности». Оставайтесь с нами и до новых встреч в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова